Практический навык ручного отделения плаценты и выделения последов. Операция проводится в стерильных условиях под кратковременным наркозом. Для этого врач, который проводит эту операцию, одевает шапочку, маску, моет руки до локтя, одевает стерильный халат, стерильные перчатки и проводит обработку. Для этого мы берем стерильные шарики коронцанком стерильным, смачиваем раствором антисептика и проводим обработку половых губ, лона, внутреннюю поверхность бедер с одной и с другой стороны, промежность и область ануса. И выбрасываем фаз для проработанных инструментов. После этого левой рукой раздвигаются половые губы, правая рука складывается конусообразно и через вульварное кольцо, влагающее шейку матки вводится до дна. Предварительно накрывается передняя брюшная стенка стерильной пеленкой. Дно матки фиксируется второй рукой, потому что матка подвижна, связки растянуты и мы можем неправильно выполнить операцию. Внутренняя рука по пуповине подходит к плаценте, дальше скользит ладонь к краю плаценты, проникают пальцы между краем плаценты и стенкой матки и пилищими движениями плацента отделяется внутренней рукой от стенки матки. После этого рука послед этот перемещает вниз. С помощью пуповины можно его извлечь и положить на какую-то поверхность, чтобы акушерка посмотрела. Если послед цел, то необходимость повторного ручного обследования матки не возникает. Если обнаружены дефекты, то тогда, конечно, надо войти рукой в матку и еще раз провести ручное контрольное обследование, по крайней мере, в области плацентальной площадки, где может сдержаться дурка. Чтобы было понятно, что производит, какие действия производит внутренняя рука в полости матки, поясняю. Значит, мы скользим по пуповине, доходим до плаценты, ребром ладони перемещаем к краю плаценты и вот такими пилищами движениями отслаиваем плаценту от стенки матки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова